Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Тема дня». Мы работаем в прямом эфире, ведущая в студии Ирина Чекунова. Сегодня наша очередная встреча в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автодороги». С начала года на территории федеральных автодорог Тверской области произошло 204 аварии. 48 человек в них погибло, 251 получило ранение. Причина ДТП, сопутствующие условия, как не стать участником дорожно-транспортных происшествий, об этом мы поговорим сегодня в программе «Тема дня» на радио Монте-Карло. Мой собеседник, заместитель командира отдельного спецбатальона ДПС ГИБДД Управления МВД России по Тверской области Сергей Николаевич Егоров. Сергей Николаевич, добрый день! Добрый день! Давайте для начала расскажем нашим радиослушателям, какие автодороги обслуживает отдельный спецбатальон ДПС. Насколько мне известно, раньше батальон работал и в областном центре. Да, совершенно верно. В настоящее время отдельный специализированный батальон обслуживает автодорогу Москва-Санкт-Петербург, М-10 России. До марта 2019 года в территорию обслуживания входила и территория областного центра города Твери. Соответствующие проведенные организации в городе Твери сейчас работает отдельная рота ДПС ГИБДД, которая подчинена УМВД России по городу Твери. Отдельно специализированный батальон в своем виде, в котором он был создан, он обслуживает территорию всей Тверской области и в то же время за нами закреплен участок автодороги М-10 России, который проходит по всей территории Тверской области. То есть это М-10 России, как она начинается в Тверской области, так и заканчивается в Тверской области? Да, совершенно верно. Как она начинается в Канаковском районе и заканчиваем мы Балагурским районом. Другие федеральные трассы какие-то вы выезжаете? Другие федеральные трассы. То есть у нас по нашей территории, по территории Тверской области проходит автодорога М-11 Нева. Соответственно, наши экипажи ДПС принимают участие в организации дорожного движения на данной автодороге. В том числе, можно сказать, что мы там оформляем дорожно-транспортные происшествия, выезжаем, оказываем в случае осложнения оперативной обстановки. Оказываем помощь собственникам автодороги. А вот мы говорим, в моем вопросе звучало слово «обслуживайте». Какие вообще задачи ставят перед батальоном руководство? И что значит «обслуживаем эти дороги»? Когда вы туда выезжаете? Когда есть необходимость сотрудникам батальона? То есть у нас первоочередная задача – это обеспечение безопасного, бесперебойного движения автотранспорта по федеральной автодороге. В том числе, сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения, сохранение их собственности. И предотвращение, скажем так, аварийно опасных ситуаций, которые могут возникать по тем или иным причинам. Соответственно, руководством управления МВД России по Тверской области перед батальоном стоят задачи в профилактике дорожно-транспортных происшествий, пресечении управления водителями, допустим, состояния опьянения, пресечении предотвращения преступлений, то есть любых преступлений, как ранее совершенных, так и совершаемых по горячим следам. В том числе, угон автотранспортных средств, ну и имущественные преступления, скажем так. То есть перед батальоном задачи ставятся различные, да, и опираются здесь на закон о полиции. То есть мы, в принципе, не в принципе, а мы и есть полицейские, да, то есть то, что приставка дорожно-патрульная служба, она еще наделяет нас определенными полномочиями, правами и обязанностями в том числе. — Задачи много вы перечислили, причем наверняка не все. Хватает ли личного состава? Сколько человек личного состава работает, служит в батальоне? И есть ли специализации? Допустим, одни работают в Конаковском районе, другие в Вышнем Волочке. Кто-то выезжает куда поближе? — То есть сейчас у нас в батальоне трудится более 150 человек. Вот территориальное отделение батальона, то есть у нас произведено на следующей основе. Допустим, потому что протяженность автодороги М10 «Россия», то есть она очень большая. И, соответственно, у нас взвод, один взвод находится территориально роты номер 2. Это город Вышний Волочок, постоянная дислокация. И постоянная дислокация — это город Конаково. Соответственно, тоже там находится у нас взвод. И в соответствии на территории управления ГИБДД находятся еще два взвода, которые обеспечивают службу в Калининском районе и отвечают за сопровождение специализированного транспорта и объектов госохраны. То есть у Вас еще есть сопровождение? Да, совершенно верно. То есть у нас по положению батальоне мы участвуем во всех сопровождениях, обеспечиваем их в первоочередном порядке. И Вам, естественно, как одному из руководителей, Сергей Николаевич, приходится выезжать и в тот же Конаковский район проверять работу, и Вышний Волочок постоянно, что называется, контролировать ситуацию? Да, совершенно верно. У нас есть звено, то есть это руководство роты, командир роты, и у него есть заместитель, соответственно. Кроме того, постоянно на федеральной автодороге у нас контроль службы осуществляется командирами взводов, ну и руководство батальона, то есть, соответственно, оно выезжает непосредственно уже и на дорожно-транспортные происшествия, да, которые происходят с пострадавшими. И в том числе, что, да, для проверки организации несения службы, устранения возможных там каких-то, я не знаю, недосчетов в организации службы, да, вот, соответственно, смотрим состояние уличнодорожной сети, скажем так, то есть, как содержится автодорога, как применяются там, допустим, правильно знаки, все ли у нас работает, все ли у нас приведено в соответствии с установленными нормативами. Сейчас давайте несколько о грустном, вот я, начиная программу, называла цифры. Несколько слов о ситуации с аварийностью. Есть ли сейчас большая опасность, когда мы в преддверии зимы, или это как-то распределяется по году, или это чисто индивидуально зависит от водителя, кто управляет машиной? Что можно сказать по этому? То есть, по состоянию аварийности можно сказать, то, что в 2020 году общее количество дорожных транспортных происшествий, которые произошли на автодороге Москва-Санкт-Петербург, то есть, они снижаются, общее количество, да, вот, как и общее количество дорожных транспортных происшествий, так и количество пострадавших в них. Допустим, если взять 2020 год, то есть, у нас произошло 116 дорожных транспортных происшествий, в 2019-м 141 дорожных транспортных происшествий. Но если сравнить с 2017 годом, то в 2017 году у нас произошло 180 дорожных транспортных происшествий. То есть, равно снижение идет. Снижение, да, то есть, оно тенденция к снижению, то есть, оно идет очень поступательно. Но если же взять 2012 год, далекий от нас, то там произошло 261 дорожных транспортных происшествий против 116 в 2020 году. По количеству же пострадавших 146 в 2020 год, в 2019-й 193, в 2017-й 240 и в 2012-й 333 пострадавших. Вот мне почему-то сразу как-то вот знак равенства приходит, и как дорога стала обустраиваться. Ведь сейчас не узнать ту же самую трассу М-10, да? Если по сравнению с 2012 годом, 2020 год – это небо и земля. Это, наверное, тоже сыграло немалую роль. Это сыграло очень значительную роль обустройство дорожной сети, оборудование, ее приведение в соответствии со стандартами, с новыми, да. Это повлияло на обеспечение безопасности дорожного движения, ну, что мы видим, да, то есть и в состоянии аварийности, которая сейчас у нас складывается. То есть применяются светофорные объекты, где раньше их не было, да, разгружаются потоки, распределяются построенные развязки, которые разгружают также потоки, и потоки не соприкасаются. То есть как раньше, то есть мы убрали все аварийно-опасные перекрестки, которые у нас были, и создавали непосредственную угрозу участникам дорожного движения, да, то есть заторовые ситуации мы убрали по всей федеральной автодороге. То есть, ну, можно вспомнить город Вышневолочок, который был на всю Россию. Да, 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 там постоянная проблема была. Да, 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 соответственно, сейчас этой проблемы нет, потому что введено, наконец-то, М11 у нас, Нева, да, то есть она в обход Вышневолочка, и поэтому на государственном уровне очень хорошо, что принимаются такие решения, принимаются такие программы, и они очень способствуют безопасности дорожного движения. Но тут еще нельзя со счетом сбрасывать большую профилактическую работу, которую проводят сотрудники ГИБДД. Сотрудники ГИБДД проводят, они профилактическая работа, то есть у нас проводится на постоянной основе, потому что мы находимся в постоянно круглосуточном режиме на автодороге, вот, соответственно, с участниками дорожного движения взаимодействуем очень плотно, взаимодействуем очень плотно с собственниками тех организаций, которые расположены вдоль федеральной автодороги, будь то АЗС, будь то объекты какого-то сервиса, будь то объекты питания, скажем так, да, то есть везде размещена наша информация, в основном это где у нас вот такие места притяжения пешеходов, места притяжения водителей, которые останавливаются на отдых, да, соответственно, там везде размещена информация, которая дает понимание о данном участке автодороги, что здесь с аварийностью, то есть как надо переходить, допустим, дорогу, где находится пешеходный переход, вот в таком ключе, ну и плюс при проведении профилактических мероприятий, ну, у нас, допустим, проводятся на территории как области, так и федеральной автодороги различные мероприятия, будь то там ремень безопасности, да, детское автокресло, трезвость, вот, то есть в рамках этого обеспечивается остановка большого количества транспорта, и, соответственно, профилактическая работа, она тоже вот дает в себе знать. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья, в эфире программа «Тема дня», с вами Ирина Чекунова, а мой собеседник, заместитель командира отдельного спецбатальона ДПС, ГИБДД, управления МВД России по Тверской области, Сергей Егоров. Сергей Николаевич, мы с вами до перерыва на рекламную паузу говорили об аварийности на федеральных трассах, на трассах, где вы проводите работу, и о той профилактической работе, которую проводят именно инспекторы ДПС по предотвращению аварийности. Какие виды ДТП вообще характерны для федеральных автодорог? Я понимаю, что иной раз нельзя исключить пресловутый человеческий фактор, когда водитель засыпает, да? Но бывают и другие ситуации, когда просто не хватает внимания. Совершенно верно. То есть для федеральной автодороги, то есть я считаю, что для любой федеральной автодороги, то есть характерно движение участников дорожного движения по скорости, которая не всегда может обеспечить безопасность передвижения по федеральной автодороге. То есть водитель не всегда может среагировать на какую-либо ситуацию, возникающую на автомобильной дороге. И в связи с этим, то есть у нас основной вид дорожно-транспортного происшествия – это столкновение транспортных средств. То есть столкновения могут быть по разной причине, то есть это при перестроении, то есть догоняют впереди идущее транспортное средство, догоняют транспортное средство, которое начинает останавливаться на запрещающий сигнал светофора. Соответственно, догоняют транспортное средство, которое замедляет движение при подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу, соответственно, происходит столкновение. Здесь вопрос. Догоняет у вас основное. Это в основном задние варианты аварии или что-то другое? Потому что, наверное, выезды навстречу уже у нас на федеральной трассе в основном исключены, отбойники стоят. То есть догоняет, это, скажем так, просторечие такое. Не соблюдают дистанцию водителя впереди идущего транспортного средства. Они не соблюдать дистанцию могут по разным причинам. Это несоответствие скорости дорожного движения. То есть когда водитель поздно замечает возникающую перед ним какую-то ситуацию, может отвлечение от управления транспортным средством. И, соответственно, здесь накладывается ряд факторов. То есть скорость. То есть он может отвлечься, телефон у него зазвонил, магнитолу поправить. Случаи у граждан бывают разные, к сожалению. Это тоже, так скажем, подчеловеческий такой фактор. То есть они неожиданно раз перед ним остановились все на пешеходном переходе. Он, в принципе, может быть и не видел пешеходного перехода, потому что он закрытый грузоперевозчиком. Но, тем не менее, он не обеспечивает контроль за своим транспортным средством. То есть не может должным образом. То есть на выездном встречку, к сожалению, у нас имеется такой вид дорожно-транспортного происшествия, потому что не вся федеральная автодорога разделена барьерными. Нет, не вся, к сожалению. У нас есть Балаговский район, Вышневаловский район. То есть там еще у нас пока присутствует без разделительных барьерных ограждений, но работа в данном направлении, она очень активно ведется собственникам автодороги. То есть это будет сделано, это учитывает собственник дороги? Да, это уже делается. Соответственно, управление ГИБДД взаимодействует, профильный отдел взаимодействует, соответственно. И все это, оно приводится, скажем так, в соответствие, которое бы обеспечило более безопасное движение по нашим автодорогам. Но вот этот вот отбойник, как мы в народе называем, да, это ограждение, оно реально помогает, да, избежать серьезно? Оно реально помогает, оно реально помогает, потому что транспортное средство, оно остается в своей полосе движения, да, то есть оно не выходит на встречную полосу, где двигается автотранспорт, да, тоже со значительными скоростями, ну, 90 км в час, да. И, соответственно, мы получаем то, что тяжесть последствий при дорожно-транспортном происшествии, то есть она различна. То есть одно дело, это когда человек выезжает на встречную полосу и сталкивается с грузоперевозчиком, да, либо когда он от отбойника, допустим, может столкнуться с транспортным средством, которое двигается попутно, да, либо там он от отбойника уже может съехать с дорожного полотна. Да, но это различно уже, то есть по тяжести последствий различно, то есть в основном выезд на встречку, то есть он, ну, очень часто приводит к смертельным случаям, скажем так. Как контролируется превышение скорости? Потому что, наверное, предупреждающие знаки стоят, что не больше такое-то, не больше такое-то, то есть водители информированы, да, но все равно. Водители информированы, соответственно, правила дорожного движения у нас действуют, раздел 10 ПДД, который регламентирует скорость движения, да, то есть там все. Все у нас прописано, в том числе у нас на федеральной автодороге М10 Россия присутствует достаточное количество населенных пунктов, да, то есть, как все мы знаем, скорость 60 ограничена в законодательных населенных пунктах, где у нас применяются камеры автоматической видеофиксации, соответственно, у нас везде установлены в соответствии с требованиями таблички, которые предупреждают о данном, об установке данных средств фиксации. Вот, и, соответственно, данными средствами, то есть, которые устанавливаются в рамках различных федеральных программ, да, то есть у нас все-таки удается снизить скоростный поток, вот, и как-то повлиять на соблюдение водителями установленных скоростных ограничений. В том числе, то есть мы, у нас установлены данные комплексы в населенных пунктах, да, то есть, и они, в том числе, влияют на безопасность и пешеходов, в том числе, да, которые передвигаются по нерегулируемым пешеходным переходам, потому что скорость потока, она значительно падает, вот, и весь поток, то есть он движется со средней скоростью 60 километров в час. И, то есть, со скоростью 60 километров в час, то есть водитель достаточно, очень быстро может принять решение и, соответственно, среагировать, да, очень быстро на изменение дорожной обстановки, которая возникает на пути его исследования. Вот вы сказали про пешеходов, упомянули про пешеходов. Какова статистика аварийности, аккуратнее ли стали люди переходить дорогу и обустройство вот этими пешеходными переходами, насколько оно помогло? Да, что касается обустройства пешеходных переходов, то есть в настоящее время все пешеходные переходы у нас соответствуют предъявляемым требованиям, то есть они оборудованы соответствующими знаками на желтом фоне, нанесена дорожная разметка двух цветов, то есть это белое-желтое. Соответственно, вынесены на штангах дополнительные знаки пешеходный переход, обозначающие пешеходный переход. Оборудоваются пешеходные переходы световой сигнализацией. В ночное время все пешеходные переходы у нас, которые находятся в населенном пункте, то есть они все освещены, в том числе дополнительным освещением перед особо, скажем так, пешеходными переходами, которые очень часто используются гражданами в больших населенных пунктах. Допустим, Заволжский, МАУС, то есть установленные камеры, фиксирующие нарушение скоростного режима, что также способствует снижению скорости потока и безопасному переходу пешеходов через проезжую часть. Соответственно, если по статистике, то есть мы можем наблюдать, если наезды на пешеходы на пешеходных переходах у нас в 2019 году, это было 14 дорожно-транспортных происшествий, в которых 3 человека погибло и было ранено 12, то за 2020 год, за 10 месяцев у нас 2 ДТП, в которых погиб 1 человек и всего ранено 1 человек. Это вот реальное снижение. Реальное снижение у нас есть. Это очень радует то, что работа, сопроводимая госавтоинспекцией и собственниками дорог, то есть она дает свои результаты, сохраняет жизнь и здоровье граждан, которые наименее, скажем так, пешеходы, он является наименее защищенным участником дорожного движения, потому что он пешеход, да, то есть у него нет железного каркаса вокруг себя, да, и, соответственно, он вот в данном ключе, то есть работа, она положительно сказывается на этом. Обустройство надземными, подземными пешеходными переходами, ведь это актуально не только на федеральных дорогах, но и в центре Твери. Да, совершенно верно, то есть у нас сейчас возводится, допустим, надземный пешеходный переход в поселке Заволжский, да, который, в принципе, достаточно густонаселенный поселок, вот, и граждане передвигаются, не все работают в самом поселке, то есть они работают и в городе Твери, и постоянно утром, вечером, то есть они вынуждены пересекать дорогу М10, Россия, по нерегулируемым пешеходным переходам, ну, в том числе и пешеходные переходы. Также мы еще, забыл я сказать, что оборудовываем светофорами, которые, ну, вызывного характера. А, ну, когда нужно перейти, нажимается кнопка. Да, 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 это тоже очень, скажем так, ну, и дисциплинирует водителей, да, и, соответственно, создает еще более безопасные условия для перехода проезжей части. Надземный пешеходный переход на федеральной автодороге при таком, скажем так, потоке транспорта, который сейчас у нас существует в современное время, то есть это необходимость, то есть без таких средств организации дорожного движения обеспечить безопасный переход человека через, скажем так, 4, 5, где-то 6 полос, да, то есть это очень проблематично, это очень проблематично. Вот, но очень хорошо, что работа в данном направлении ведется, вот, и мы надеемся, что она не будет на этом закончена и будет продолжаться в дальнейшем. На ваш взгляд, как взгляд профессионала, в каких, ну, каких участках в областной столице необходимы такие вот, ну, мы не говорим надземные пешеходные переходы, мы часто здесь, в этой студии говорим о самых аварийных участках дорог Твери. У аварийных участках дорог город Тверь, то есть он вообще, скажем так, ввиду большого количества транспортных средств, ввиду большого количества иногородних граждан, которые приезжают к нам, которые проездом следуют через город Тверь, да, большое количество пешеходов, большое количество учебных заведений находится, и, соответственно, у нас, да, в Твери тоже наблюдается проблематика с аварийностью, да, в том числе с наездами на пешеходов, вот. Ну, я бы еще, я считаю, что такими средствами, то есть должны быть оборудоваться непосредственно самые значительные перекрестки, которые пересекаются пешеходные потоки, да, пересекаются достаточно солидные транспортные потоки, это основные наши улицы, то есть Волоколамский проспект, проспект Победы, то есть перекресток. Там периодически происходят дорожно-транспортные происшествия, но сейчас там, да, применяется раздельный светофор, который позволяет обезопасить участников дорожного движения, как и водителей транспортных средств, так и в основном пешеходов. То есть мы сейчас там разделены транспортные потоки, разделены потоки светофором пешеходов, в принципе, что позволяет безопасно переходить дорогу. Но если бы был применен на данном участке подземный пешеходный переход, то это разгрузило бы, я считаю, и поток транспорта, и обезопасило бы в конечном итоге и пешеходов. Ну, почему бы об этом не помечтать, да, тем более мы видим, как преобразовываются улицы города и федеральные трассы, что, возможно, мы к этому придем, а говорить об этом надо. Почему нет, возможно, к этому мнению, к вашему мнению, как профессионалы прислушаются, несколько слов еще буквально о светоотражающих элементах на одежде тех же пешеходов, потому что сейчас темно, опасно? То есть пешеход, пешеход, ну, допустим, он в темное время суток, у нас традиционно наши сограждане одеваются, любят, предпочитают почему-то темные цвета, да, в одежде, вот, и при определенных условиях пешеход, он остается невидимым для водителя, да, то есть он появляется, перед ним может появиться внезапно. Особенно это касается темных участков автороги Москва-Санкт-Петербург, то есть если в городе у нас повсеместно применяется освещение искусственное, да, соответственно, пешеходов, в принципе, оно, его видно, в принципе, видно, ну, там, да, бывают у нас там сумерки, когда-то освещение еще не включилось, вот, либо уже выключилось, но еще сумерки, там дождливая погода, да, в Твери, допустим, тоже с этим могут быть возникли проблемы, но на автодороге Москва-Санкт-Петербург, то есть на любой автодороге, тем более на федеральной, которая характеризуется большим количеством автотранспорта передвигающимся, да, то есть... И не везде освещено. Да, к сожалению, освещение у нас присутствует не везде, не везде, то есть есть у нас темные участки, так называемые, да, на которых периодически передвигаются граждане, вот, соответственно, культура наших граждан почему-то не позволяет им, да, применять на одежде световозвращающие элементы, вот, которые реально, они, его пешехода могут обезопасить, да, то есть они реально обозначают пешехода, особенно на темном участке, когда в свете фар появляются светоотражающие элементы, да, то есть водитель уже, то есть он, его привлекает это внимание, то есть когда он едет, 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 ничего не происходит, темный участок, сосны, 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 тут раз, там три ярких пятна, да, то есть он уже концентрировал свое внимание на этом, да, вот, сотрудниками госавтоинспекции на постоянной основе проводится на федеральной автодороге, скажем так, при обследовании участков федеральной автодороги, да, то есть мы не можем, не имеем права, то есть проехать мимо пешехода, который двигается, в том числе в вечернее время, в позднее время, в ночное время, без светоотражающих элементов на одежде, соответственно, это является административным правонарушением, соответственно, данный гражданин и гражданка, да, то есть данные граждане, скажем так, привлекаются к административной ответственности, инспекторам ДПС, то есть во всех случаях, то есть принимаются меры, чтобы обезопасить данного участника дорожного движения, вплоть до доставки его до ближайшего населенного пункта, да, то есть это не противоречит действию полиции, да, то есть соблюдением, естественно, мер личной безопасности в рамках распространения коронавирусной инфекции, в том числе у инспекторов средства защиты, они выдаются на постоянной основе, применяются и в том числе с мерами личной безопасности, потому что граждане, соответственно, они могут быть разные, передвигаться по дороге с соблюдением всех этих мер, то есть гражданам оказывается помощь, в том числе без школы. А то, что административная ответственность это лучше две административные ответственности, но сберечь жизнь человека. Вы делаете только ради этого. Давайте несколько слов. Скажите, пожалуйста, Сергей Николаевич, относительно самого батальона, как попасть к вам на службу, потому что задач много, в основном молодые ребята работают. Батальон, да, то есть и как любое подразделение госавтоинспекции, то есть мы принимаем на службу граждан, то есть основные критерии гражданам, то есть сейчас нам разрешено принимать на службу, это возраст до 40 лет, соответственно, его увеличили, раньше был до 35 лет, наличие среднего профессионального, либо высшего образования. Обязательно отсутствие медицинских противопоказаний, потому что служба в госавтоинспекции, то есть она сопряжена с определенными сложностями, да, то есть мы несем службу, то есть в любые погодные условия, да, то есть инспектор ДПС находится постоянно на ногах, то есть может стоять, допустим, в ручном регулировании на дорожном транспортном происшествии, там в зимних условиях, там в минус 20. Да, работать у вас не садка. Да, то есть это все накладывает определенные требования к здоровью кандидата, вот, отсутствие естественного судимости, да, вот, в том числе погашенной судимости. Ну, и по личным деловым качествам, то есть кандидат, он должен все-таки соответствовать, потому что требования, предъявляемые к сотрудникам ДПС, то есть они достаточно высокие, то есть он должен быть очень грамотным, да, то есть и сторонне развитым человеком, да, то есть интересоваться не только службой в полиции, но и вообще иметь понимание, да, то есть о происходящем вокруг него. Вот, ну, соответственно, поскольку у нас все связано с автотранспортом, плюс инспектора ДПС передвигаются на служебном автотранспорте, соответственно, наличие водительского удостоверения, ну, и служба в вооруженных силах Российской Федерации. Это необходимость, да, служба в армии? Да, 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 да. Ну, я думаю, что всю информацию можно узнать на сайте, да, ГИБДД? Да, соответственно, на сайте ГИБДД можно узнать, либо обратиться уже по вопросам трудоустройства по месту расположения батальона, Локоламский проспект, дом 7, корпус 3, управление, здание управления госпиталинспекцией. Вот вы сейчас сказали, Сергей Николаевич, относительно личности самого инспектора. Некоторые уверены в том, что любую проблему можно решить на трассе, если, зачем платить штраф, если ты нарушил, можно, что называется, дать взятку и свободен. Что сейчас делается в этом направлении, тоже коррупционное преступление? Ну, к сожалению, да, то есть у наших граждан ментальность, то есть она позволяет так мыслить, да, позволяет так действовать в определенных случаях, это, к сожалению, то есть, но могу сказать про отдельный специализированный батальон, да, то есть данная работа, она начала проводиться еще на стадии реформирования, то есть первого реформирования, то есть когда мы переходили все в полицию из милиции, да, то есть, соответственно, если, скажем так, то есть те, тот инспекторский состав, который, может быть, о чем-то задумывался, да, соответственно, то есть по результатам там психологического тестирования, по результатам собеседований, соответственно, тот личный состав, он не прошел аттестацию. Далее, с гражданами, то есть работа у нас проводилась совместно со следственным комитетом, совместно с профильным управлением ОМВД России по Тверской области. Возбуждались уголовные дела, именно подача взятки, да, инспекторам ДПС, вот эта работа, она освещала средства массовой информации региона, даже на федеральном уровне, скажем так, в федеральных средствах массовой информации это тоже размещалось, в сети интернет, что очень, да, способствует развитию, скажем так, информации, вот, и, соответственно, граждане, то есть они реально получали, ну, условные сроки, да, кто-то получал реальные сроки. Судимость на всю жизнь. Да, судимость они получали, вот, и я считаю, что данная работа, она сейчас дала свои результаты, то есть она была планомерно, планомерная, да, то есть не так, что вот сразу, то есть сразу граждан у нас, к сожалению, не перебороть, но работа, она привела к значительному результату, и поэтому сейчас коррупционных правонарушений у нас не фиксируется, то есть мы... Сергей Николаевич, у нас, к сожалению, программа подходит к концу. Ваш совет участникам дорожного движения? Ну, и, соответственно, уделять внимание своему транспортному средству, то есть оно должно быть исправно, соответственно, сейчас зима, то есть это должна быть соответствующая резина, вот, исправные световые приборы, это вот основные, основные, то есть внимательность, исправность транспортного средства. И оно приведет в результате, ну и соблюдение правил дорожного движения и всех подзаконных актов, которые известны гражданину, чтобы не попасть в неприятную ситуацию. О чем мы повторяем постоянно. И надеюсь, что к этому люди будут прислушиваться. Спасибо огромное за участие в программе. Кстати, с наступающим вас днем сотрудника органов внутренних дел. С днем милиции по-старому. Уважаемые друзья, сегодня у меня в гостях был заместитель командира отдельного спецбатальона ДПС ГИБДД УМВД России по Тверской области Сергей Егоров. Соблюдайте правила дорожного движения и будьте здоровы. До свидания.